Предположим, что нам дали задание изобразить все структурные изомеры, которые имеют молекулярную формулу С5Н12. Слово «изомер» означает соединение с одинаковым количеством атомов. Давайте рассмотрим пример. Пусть у всех наших структурных изомеров будет по 5 атомов углерода и 12 атомов водорода. Единственное, чем они будут отличаться, это связями между атомами, то есть различная будет структура, но не состав. Поэтому они и называются структурными или конституционными изомерами. Итак, для первого изомера мы изобразим 5 атомов углерода и добавим необходимое количество атомов водорода, чтобы все углероды были связаны. Здесь у нас 3 водорода, затем последующие атомы углерода будут иметь по 2 водорода и, наконец, 3 водорода для последнего углерода. Итак, давайте посчитаем. У нас есть 1, 2, 3, 4, 5 атомов углерода С5 и 12 атомов водорода. Получается С5Н12 – молекулярная формула для этого соединения. Давайте теперь изобразим еще один структурный изомер, который имеет такую же молекулярную формулу. Вместо того, чтобы изобразить 5 атомов углерода, я изображу 4, а пятый атом будет располагаться как ответвление углерода в нашей цепи. Так, изобразим 5 атомов углерода. Теперь добавим водород. Так, здесь у нас 3 водорода и тут тоже 3 водорода. У следующего углерода уже есть 3 связи, поэтому у него будет только одна углеводородная связь. Тут будет 2 водорода и, наконец, у последнего атома углерода будет 3 атома водорода. Давайте посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5 атомов углерода С5. Затем у нас есть 3, плюс 3, плюс 1 и плюс 2, будет 9 атомов водорода. И еще 3 атома, получается 12. Итак, С5H12. Получилось, что у нас две разные молекулы, которые имеют одинаковую молекулярную формулу, С5H12. Но при этом у них по-разному связаны атомы. Таким образом, можно сказать, что эти молекулы изомерны друг другу по своей структуре. Если вас попросят изобразить еще один структурный изомер, то мы могли бы снова начать с 4 атомов углерода в нашей цепи. Но на этот раз мы изобразим ответвление уже от третьего по счету атома углерода. На самом деле это просто два разных способа представить одну и ту же молекулу. Давайте проанализируем. У нас есть группа CH, связанная с двух сторон с CH3, а затем с CH2, которая связана с CH3. Итак, у нас есть два структурных изомера. Теперь давайте рассмотрим другой пример. Из условия задания мы знаем, что нужно всего 5 атомов углерода. И теперь добавим углеводородные связи. Все атомы углерода, за исключением центрального, будут иметь по 3 одинарных связи с атомами водорода. Давайте посчитаем все составляющие. Итак, 1, 2, 3, 4, 5. 5 атомов углерода. И 3 плюс 3. Еще 3 и еще 3. У нас получается C5H12. Это еще один структурный изомер. То есть мы изобразили три структурных изомера, которые имеют молекулярную формулу C5H12. Давайте рассмотрим другой пример и покажем все структурные изомеры, которые имеют молекулярную формулу C3H8O. Молекула выглядит следующим образом. У нас есть три атома углерода, а затем гидроксильная группа OH, присоединенная к центральному углероду. Давайте разберемся с этой конструкцией и убедимся, что у нас здесь правильная молекулярная формула. Итак, здесь три углерода. На среднем углероде гидроксильная группа OH. Я отмечу неподеленные электронные пары у атома кислорода. Сколько атомов водорода нам нужно добавить к углероду слева? Три атома водорода. Углерод в центре уже имеет три связи. Значит, ему нужно добавить еще один водород. И справа у нас получится три атома водорода. Посчитаем. Начнем с углерода. Итак, здесь C3. Далее у нас три атома водорода плюс еще три, плюс один и плюс еще один, связанный с кислородом. Всего восемь. Также есть один атом кислорода с неподеленной электронной парой. Таким образом, молекулярная формула для данной молекулы C3H8O. Давайте пронумеруем атомы углерода. Этот углерод номер один, следующий номер два и последний номер три. Это поможет нам предложить еще один структурный изомер. Что если гидроксильная группа OH, которая присоединена к углероду номер два, в новом изомере будет присоединена к углероду номер один? Давайте снова изобразим нашу цепочку более подробно и покажем полную точечную структуру Льюиса, чтобы убедиться, что новый изомер имеет правильную молекулярную формулу. Итак, у нас есть три атома углерода в цепочке. На этот раз углерод связан с кислородом. Кислород связан с водородом. Снова отметим неподеленные пары электронов для кислорода. Теперь нам нужно добавить углеводородные связи. Здесь две, тут тоже две, а у последнего углерода будет три углеводородные связи. Вот они, выделю голубым. Один, два, три углерода. Запишем C3. Далее у нас три атома водорода, плюс два, плюс еще два и еще один. Восемь. Получается C3H8. И один атом кислорода. Итак, C3H8O. Это молекулярная формула. Далее. У многих может возникнуть вопрос. Хорошо, мы присоединили гидроксильную группу OH к кислороду 1. Но что если мы добавим OH с другой стороны, к углероду 3? Посмотрим, что это даст нам. Если я присоединю OH к углероду с другой стороны цепочки, надеюсь, для вас очевидно, что получится две одинаковые молекулы. Нет никакой разницы в структурах этих двух молекул. Это одна и та же молекула, изображенная двумя разными способами. Так что это не новый структурный изомер, а всего лишь новый взгляд на молекулу. Поэтому группу OH нет смысла присоединять к углероду 3. Что еще можно сделать с данной цепочкой? На этот раз мы могли бы поместить два атома углерода в ряд и поставить атом кислорода между ними. То есть добавление кислорода разрушит нашу углеродную цепь. Теперь последовательность будет следующей. Углерод, углерод, кислород, углерод. Затем мы заполним углеводородные связи. На первом атоме углерода будет 3 атома водорода. Далее 2 и 3 на последнем углероде. Я снова отмечу неподеленные электронные пары у атома кислорода. Итак, у нас есть 1, 2, 3 атома углерода. Так что в формуле появится С3. Затем 3, плюс 2, плюс 3, 8 атомов водорода. Следовательно, в формулу добавилось аж 8. И, конечно же, 1 атом кислорода. Мы предложили еще один структурный изомер. Возможно, кто-то скажет, что мы могли бы разбить цепочку из атомов углерода вот таким образом, и это был бы еще один структурный изомер. Но на самом деле это просто еще один способ изобразить эту молекулу. Это не новый структурный изомер. У него такие же связи. Итак, у нас есть 3 структурных изомера, которые имеют молекулярную формулу С3H8O. Первые 2 изомера молекулы С3H8O, те, которые содержат гидроксильную группу OH, называются спиртами. А последний структурный изомер называется эфиром. Об этом мы еще поговорим в следующих видео. Спасибо, что подписываетесь на наш канал. Нам очень важно знать ваше мнение. Если у вас возникают вопросы касательно данного видеоролика, то не стесняйтесь задавать их в комментариях. Мы с удовольствием на них ответим.